В летней кухне Мурата Чачуха вовсю трудятся отделочники. Ремонт в самом разгаре. Мурат получил от Красного Креста 100 тысяч рублей компенсации. Часть денег ушли как раз на стройматериалы. Ещё в планах закупить бытовую технику. После Кюньского ЧП его подворье было не узнать. Почти везде стояла грязь по полметра. Сейчас жизнь практически вернулась в прежнее русло. Внимание очень большое было с самого начала. Камни у нас были, вы видели, да, грязи под домом было. Вот так. Всё, они помогли, вычистили. Всё прекрасно. Сочинские единороссы полностью восстановили заборы жителям Тхагавши. Сейчас они выполнены в едином стиле. Готовы для каждого двора и ворота. Их сельчане уже будут ставить самостоятельно. Главную улицу Аула Ровную на этой неделе отмоют, после чего начнётся ямочный ремонт. Будет восстановлена и дорога, ведущая к административному зданию посёлка. Оно пострадало сильнее всего. Ранее здесь располагались медпункт, почта и сельская администрация. Самостроение уже очищено. От камней, грязи и деревьев на данный момент ведутся отделочные работы. По поручению главы города отреконструируют детскую и спортивную площадки. Заканчивается здесь и ремонт уличного освещения перед сельским домом культуры. В ближайшие дни начнётся благоустройство прилегающей территории. В том числе приведут в порядок оба мемориала, которые расположены на площади перед клубом. Всем миром проделана огромнейшая работа. Конечно, в одной части всё это какое-то прежнее видели, такое не увидишь. Но по сравнению с тем, что с первым днём от тех трагических положений, когда это всё происходило, произошло, сегодня глаз радует, сколько работы сделано, сколько мусора вывезено, ограды и всё остальное. Но действительно очень много сделано и восстанавливается должным образом. В Тхагапше уже начали строить и новый мост через ручей Нагиш. С обеих сторон уже залито основание под опоры. Закончить работы планируют в течение двух недель. Параллельно ведётся расчистка наносов в этом же ручье, прямо в русле работает техника, полноприводные Уралы. Работы будут вестись без остановки в течение ещё двух-трёх недель участок от водопада до места впадения ручья в Псизуапсе. А на краевой трассе, ведущей к населённым пунктам Кировского сельского округа, аварийно-восстановительные работы завершены. На линию уже вышли рейсовые автобусы. На трёх самых пострадавших участках дорожное покрытие пока временное. Ведётся проектирование их капитального ремонта. Я, прежде всего, хотел бы выразить огромную благодарность властным структурам, начиная с Вениамина Ивановича, губернатора края Пахомова и нашего Бражникова, глава района, за активную помощь маленькому адыгскому аулу. Меня поразило даже, что губернатор края выбрал возможность приехать в маленький адыгский аул и лично убедиться об этом бедствии. Это очень хорошее дело. Однако радость от быстрого восстановления к нормальной жизни аула для сельчан была омрачена некоторыми немногочисленными публикациями СМИ. Происшествие от Хагапши вызвало большой интерес прессы, в том числе и у оппозиционно настроенных интернет-порталов. Жители села, прочитав, что получилось из их интервью, в итоге были удивлены и возмущены. Даже было принято решение собрать совет старейшин и официально отреагировать на подобные публикации. К сожалению, есть и такие средства массовой информации, которые преследуют свои цели, у них своя политика. Ничего положительного в этой статье не обозначено. Это уже о чем-то говорит. Это обидно всем тем, кто принимал участие в ликвидации, всем тем, кто свой заработок однодневный, двухдневный, трехдневный перечислял в фонд. Надо спросить у автора этой статьи, они в чем приняли участие, в чем помогли этим людям конкретно. Вот и все. И тогда все становится на свои места. И мы осуждаем такого рода подходы, когда происходит несчастье. Надо, наоборот, более позитивно, более правильно, объективно подходить к оценке этих событий. Но, как уверяют аюльчане, ложка дегтя в виде пары необъективных статей не омрачит предстоящий праздник. К выходным в Тхагапше уже закончатся основные восстановительные работы. Жители села намерены позвать всех, кто помогал справиться с бедой на праздничный обед с традиционными адыгейскими угощениями. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.